Братья и сестры, и детки, и слушатели, кто пришли искать истину, какое наше счастье, что у нас есть книга Библия, не какие-нибудь человеческие учебники, какие-нибудь книжонки дешевые, написанные заблудшими людьми, а у нас есть священное писание, книга от Бога, святая Библия, которая может нам открывать и Бога, и открывать наше состояние, которая может на правильный путь вести, которая может объяснять жизнь. Библия такая книга, жить учит, отвечает на вопросы людей. Какая чудная книга! Моя проповедь называется «Посеянный ветер». А в Слове Божьем, вот смотрите, как написано, книга пророка Осии, 8-7. «Так как они сеяли ветер, то и пожнут бурю». Люди сеяли ветер. Как это может быть? Что это означает «сеять ветер»? Это Бог сказал эти слова. Это Бог наблюдал жизнь людей на земле и смотрит, сеют, ветер сеют. Ну, обычно мы привыкли понимать, что люди сеют семена какие-то. Посеяли, там, например, баклажаны, или посеяли картофель, или подсолнух, или пшеницу. И потом ждут урожай. А вот чтобы ветер сеять, о, это серьезный вопрос. Ветер это, мы только можем видеть его последствия. Самого ветра-то мы не видим. Никто ветер не видел. А вот как ветер деревья колышет, видели. Как волны на водоеме делает ветер, видели. Пыль поднимает ветер, видели. Но самого ветра не видели. И вот в жизни людей тоже вот такое случается, что люди сеют ветер. А что пожинают? Пожинают бурю. И я хочу в этой проповеди порассуждать, посмотреть, что это такое «сеять ветер». И потом порассуждать, что же это означает пожинать бурю. Может быть, в нашей жизни есть такие обстоятельства и переживания. И мы думаем, ну почему у меня в жизни так? Ну почему у меня то случается или другое? Почему в моей жизни буря? А может потому, что сеяли ветер? И показать выход из этого положения, чтобы эта жатва пожинать бурю, чтобы она закончилась. И не было бури в жизни. Когда мы читаем этот текст, здесь написано в первом стихе. «Они нарушили завет мой и приступили закон мой». Вот он посев. Отвергать заветы Божьи, разрушать с Богом связь, договор, проявлять неверность Богу, изменять Богу. Вот оно, сеять ветер. Пренебрегать законами Божьими, заповедями Божьими. И тогда люди пожинают бурю. В одной местности мне пришлось беседовать с женщиной. Уже зрелый возраст, уже детям по 30 лет, многодетная семья. Все дети погибают в развратной жизни. Все дети просто ужасная жизнь. С мужем жизни нету. Отступник. Топор принес ей, садится возле нее, дает ей топор. «Зарубай меня и все, не хочу жить». И она плачет, и годами плачет, годами плачет. Здоровье тает. И она спрашивает, почему такая буря в жизни? Так хочется тишины. А у меня буря. И ночей спокойных нету. И покоя, и мира в душе нету. Когда все смотрю, почему такая буря? А так тишины хочется. А когда стали знакомиться и беседовать, оказывается, она с христианской семьи. Папа и мама учили святости, учили правильно относиться к Богу, не пренебрегать законами Божьими. А она в юности встретила молодого, интересного человека. И ей показалось, что это будет достойный для нее спутник жизни. Он даже не курит и не пьет. Такой хороший, обходительный, вежливый. Даже не курит и не пьет. Но она не знала, какой у него ужасно развращенный ум. Какой он жуткий лентяй и эгоист. Нечестивейший человек. Развратнейший человек. Она этого не знала. И в юности своей не заботилась найти Господа. Посвятить свою жизнь для Него. Вступить в завет с Ним. А пошла себе в мире искать счастье. Оказывается, сеяла ветер. Сеяла ветер, а теперь пожинает бурю. А бурю плохо пожинать. Это тяжко очень. И вот в Израиле тоже так было. Они нарушили завет мой. Приступили закон мой. В третьем стихе написано, отверг Израиль доброе, враг будет преследовать его. Вот оно, сеять ветер. Это отвергать доброе. Это отвергать добрые советы, добрые наставления, доброе попечение, благословение пренебрегать. Вот оно, сеять ветер. А потом пожинать в жизни бурю. Насколько лучше занять позицию послушания, смирения. Насколько лучше покориться Богу. Не выдумывать в себе рецептов счастья. Не придумывать в себе путей собственных, которые причинят боль душе твоей. И бурю принесут в жизни. А лучше жить по советам добрым Бога. И не ожидать потом крушений в жизни, и поражений, и тесноты для души, и мучений, и скитаний, и горя, и слез, и одиночества. Не нужно сеять ветер. Не нужно. В 4 стихе написано, что в Израиле поставляли царей сами без меня, ставили князей, но без моего ведома. Когда люди что-то делают в своей жизни, не советуясь с Богом, они сеют ветер. Ну, сказать царя поставить, разве это плохое дело? Чтобы в стране, в государстве, в народе какой-то порядок был, устройство, как бы, ну, вроде же хорошее дело. А Бог говорит, а Израиль делал без меня это. Князей поставить, чтобы заботились о народе, чтобы и работа была народу, и пропитание, и защита, и суд справедливый. Должны были бы князя это совершать. А они это делали без совета Бога. Слушатели дорогие, всегда ли мы советовались с Богом? Когда предпринимали какие-то вопросы, то ли перемена места жительства, то ли избирали профессию, то ли избирали спутника жизни, то ли делали какие-то покупки или еще что-то, советовались ли мы с Богом? С кем-то дружбу заводили, куда-то ходили, что-то предпринимали, где-то выбирали место для отдыха, где-то чего-то делали. А спрашивали ли мы совета у Бога? Вот Бог говорит, что когда люди не советуются с Богом, это сеют ветер в жизни, и пожинать будут бурю. Не советуются. А как с Богом посоветоваться? Бог на небе, я на земле, а как с ним посоветоваться? Если ты дочь или сын, посоветуйся с родителями, богобоязненными, они дадут тебе совет. Это будет совет от Бога. Если ты член церкви, посоветуйся с пресвитером, и это будет тебе совет от Бога. Посоветуйся со священным писанием, молитве, с Богом. И не будешь бурю пожинать в жизни, потому что у советующихся мудрость. А когда человек самоуверенный, когда человек самонадеянный, только я в центре жизни, я знаю, как жить. Ожидай бури. Ожидай бури. А пожинать бурю тяжело будет. Еще здесь написано, из серебра своего и золота своего сделали для себя идолов. Оттуда гибель. Бог дал им материальные средства для чего? Для жизни и для служения ближним и Богу. Они свое серебро и свое золото употребили для идолов. Если сегодня верующий человек или неверующий человек свои материальные средства употребляет для идолов различных, что бы это ни было, или это развлечения какие-то, или может это телефон, или может машина, или может еще, любой идол, какой человек, может себе придумать, это сеет себе ветер, а пожинать будет бурю. Один отец когда-то мне рассказывал в одной местности и плакал сильно. Сильно плакал. Он говорит, я погубил свою семью. Я внес телевизор в дом. Я разрешил детям бесконтрольно пользоваться интернетом. Они ночами сидели, всякую грязь смотрели. Они разрушили судьбы свои, разрушили жизнь свою. Но вина моя. Я пожинаю бурю. И седоватый человек плачет горько, сильно плачет. А я смотрю на этого отца, и мне жалко его. Потому что бурю пожинать в жизни – это тяжкое дело. Это очень тяжелое дело. Не нужно делать для себя идолов. Не нужно свои средства, что Бог посылает в жизни, употреблять для идолослужения. Что такое сеять ветер? Мы читаем в 7 главе 8 стих. Израиль смешался с народами. Еще люди сеют ветер, когда с языческими народами, безбожными, родство созидают. Научаются делам этих народов. И этим сеют себе в жизни бурю. И Господь открывает эти секреты. Почему в Израиле бурю пожинают? А потому, что смешались с народами. Если сегодня верующие люди смешиваются с мирскими всякими привычками, ценностями, понятиями, друзей себе таких заводят. Буря придет. Рано или поздно буря придет. Мы читаем еще здесь, в 13 стихе. Горе им, что они удалились от меня. Гибель им, что они отпали от меня. Я спасал их, а они ложь говорили на меня, говорит Господь. И не взывали ко мне всем сердцем своим, когда вопили на ложах своих. Собираются из-за хлеба и вина, а от меня удаляются. Представляете, какое положение в народе было. У них пирушки были. Они собирались, они общались. Но ради хлеба только. Ради того, чтобы вкусно покушать. А Господь, а от Господа удалялись. Они собирались ради вина выпить, повеселиться или горе свое забыть. Потому что такое бывает, когда человек сеет ветер, а потом совесть мучает. А потом тяжко на душе. Как облегчить душу? Правильно облегчать душу. Это каяться идти, признаваться. А бывают люди, спиртное употребляют. Облегчить боль души. И когда вопили на ложах своих, а ко мне не взывали. Буря уже пришла. Уже и на кровати спать невозможно. Вопит душа. А к Богу все равно не обращаются. Тяжко на похмелье. Голова болит и душа болит. А к Богу не обращаются. Буря будет. Будет буря. Удалялись от Бога. В 10 главе 2 стих Господь еще открывает причину, как они сеяли ветер. Разделилось сердце их. Зато они и будут наказаны. Бог разрушит жертвенники их. И сокрушит кумиры. Когда верующие люди имеют разделенное сердце, раздвоенное сердце. А что это означает? А это значит и к Богу немножко, и к идолам немножко. И в церкви быть, и мирской жизнью жить. И вот так люди сочетают в своей жизни, в своей душе. Это люди сеют ветер. А пожинать будут буря. Нельзя допускать в душе нашей измены Богу. Нельзя принимать в душу, в разум, в мысли мирские понятия. Ну а какие мирские понятия? Ну например, а раз он меня обидел, и я ему сделаю так. Это мирская позиция. Злом за зло воздать. И уже разделенное сердце. Уже сеешь ветер. Как это ответственно? Чтобы в нашей жизни не было мирских этих подходов, мирских друзей, дружбы с идолами этими. Чтобы сердце вполне было предано Богу. Нельзя сеять ветер, потому что придется пожинать бурю. И здесь написано, зато они и будут наказаны. Пожинать бурю – это терпеть наказание. Пожинать бурю – это враг будет преследовать. Пожинать бурю – здесь в 7 стихе написано, хлеба на корню не будет у него. Зерно не даст муки, а если и даст, то чужие поглотят. Что это такое? Это нужда, голод. Это бедствие люди будут переживать. Чесноту, нужду большую. Почему? Сеяли ветер. Отступали от Бога. Изменяли Богу. Желали сами без Бога выбор делать в жизни. Сами решать свои вопросы, не советуясь с Богом. В 13 стихе написано, написал я ему важные законы мои, но они сочтены им, то есть Израилем, как бы чужие. Ныне он вспомнит нечестие их и накажет их за грехи их, они возвратятся в Египет. Сеяли ветер, как они сеяли, посчитали Божьи законы, как бы ничто, как бы неважные, как бы второстепенные. А бурю пожинать, в Египет пойдете, в дом рабства, в дом плена. Вот она жатва какая. В 14 стихе написано, забыл Израиль создателя своего. Это сеяли ветер, но я пошлю огонь на города его, и пожрет чертоги его. Вот и буря пришла. Сеяли ветер, забыли своего создателя, творца своего, забыли, кому обязаны жизнью, кто дал дыхание. И выбирали грехи зло и идолов, и ходили по своим похотям. А жатва, а Бог говорит, бурю пошлю. Огонь пошлю, пожрет все чертоги. Никакого созидания, пожарища, разруха. В 9 главе мы читаем 12 стих. Хотя бы они и воспитали детей своих, отниму их, ибо горе им, когда удалюсь от них. Вот это буря страшная. Отниму детей. Страшная буря. А почему? А потому что не хотели с Господом близко дружить и общаться. Горе им, когда удалюсь от них. Это мы прочитали пророка Осию, как было в Израиле. Давайте посмотрим на нашу жизнь. Что мы сеем и что мы пожинаем. Если мы сеяли ветер, сеяли непослушание, пренебрегали заветами Божьими, своими путями ходили, то буря придет. Если не сегодня, завтра, не завтра, а послезавтра, все равно буря в жизни придет. Пожинать бурю придется. А что сделать, чтобы не было такой жатвы? Чтобы не было бури в жизни? Что нужно сделать? Здесь вот есть советы такие. Мы читаем в последней главе, третий стих. Даже ко второму. Со второго. Вы видите, что Господь не хочет, чтобы бурю пожинал человек. В свое время Бог к Израилю обращался и напоминал, что они сеяли и почему у них буря в жизни. И Бог говорит, обратись, Израиль, к Господу твоему, потому что ты упал от твоего нечестия. Оказывается, если упал, можно возвратиться. Если сеял ветер, можно обратиться к Богу. Нужно найти эти молитвенные слова. Где взять эти молитвенные слова? Я скажу, что этих молитвенных слов ни в одном молитвеннике нет, которые на земле люди понаписывали. Нету таких слов. Эти молитвенные слова нужно найти в сердце своем. Взять эти слова. Эти слова должны отображать осознание своей вины, своего греха, своих заблуждений, своих блужданий. Эти молитвенные слова должны содержать в себе признание перед Богом, неправоты своей, вины своей и покаяние. Вот эти молитвенные слова. Возьмите, обратитесь к Богу и скажите, отними всякое беззаконие. Нужно к Богу обратиться и сказать, Господи, сними с моей души беззаконие. Сними грех с моей души. Освободи меня, Господи. Я не хочу пожинать бурю в моей жизни. Я не желаю. И Господь поможет вам в этом. Потому что наш Господь, посмотрите, как Он здесь говорит в 11 главе из 7 и 8 стих. Народ мой закоснел в отпадении от меня, хотя призывают его к горнему. Он не возвышается единодушно. Как поступлю с тобой, Ефрем? Как предам тебя, Израиль? Повернулось во мне сердце мое, возгорелась жалость моя. Не сделаю по ярости гневой мою, не истреблю Израиля, ибо я Бог, а не человек. Не истреблю. Я Бог, а не человек. Какая в Бога доброта? Сердце Бога повернулось. Когда Бог видит, что люди бурю пожинают. Не хочет Бог, чтобы люди бурю пожинали. Все сердце повернулось. Жалость возгорела в сердце Бога. И о твоей душе, дорогой слушатель. У Бога есть жалость. Он хочет простить. Хочет бурю отвернуть от твоей судьбы. Хочет спасти. Поэтому сегодня возьми молитвенные слова. И обратись к Богу. Пройди сюда наперед сейчас. И скажи, Господи, я сеял ветер. Я не хочу пожинать бурю. Спаси меня. Сними беззаконие с моей души. Сколько грязи в душе. Сколько нечистоты. Сколько идолов. Сколько непослушания. Сколько противления. Заблуждений. Господи, сними с моей души. И приди в мою жизнь. И Господь вам поможет. Потому что Он это сказал. Ты губишь себя, Израиль. Ибо только во мне опора твоя. Ни на что другой человек не может опираться в жизни. Как только на Бога. И поэтому сегодня выберите Господа. Чтобы Он был опорой вашей жизни. Чтобы Он был вашим пастырем, наставником и учителем. Добрый наш Господь. Прекрасный. Который сожалеет о душе человека. О бедственном состоянии. Когда человек в тупиках жизненных. Оскверненный. Отделенный от Бога. Господь хочет человеку дать жизнь, свободу и утишить бурю.